Всем привет! С вами еженедельный выпуск новостей технологии от Инвейдер. В этот раз мы расскажем о гибридном автомобиле Макларен, пукающем роботе-кошке, интересных разработках западных и российских ученых и посадке на Марс нового марсохода. Макларен показала гибридный автомобиль Артура 2022 стоимостью 225 тысяч долларов. Модель использует новую облегченную платформу из углеродного волокна и алюминия, которая заменит конструкцию MonoCell, представленную в MP4-12C. Электродвигатель питает литий-ионный аккумулятор емкостью 7,4 кВт в час, который способен обеспечить Артура запас хода до 30 км исключительно на батареях. Система может быть заряжена до 80% за 2,5 часа от обычной розетки, хотя аккумулятор также можно заряжать от бензинового двигателя во время движения в различных режимах привода. Машина разгоняется от 0 до 300 км в час за 21,5 секунды. Машина выглядит как эволюционная смесь спортивных моделей начального уровня и высокопроизводительной суперсерии. В продажу она поступит в третьем квартале этого года. Панасоник представила робота-кошку, которая может игнорировать хозяина и пукать. Робот Никоба не может самостоятельно передвигаться по квартире. В него встроили камеру для распознавания лиц, микрофоны для распознавания голоса, сенсорные датчики для распознавания объятий и датчик освещенности, чтобы робот мог поспать при ярком солнечном свете. Никоба может поворачиваться в разные стороны, вилять хвостом и менять направление взгляда. Осмысленного разговора с роботом не получится, но его барматание дарит ощущение, что он вас слушает. Американский марсоход Персеверанс успешно осуществил посадку на поверхность Марса. Это уже пятый аппарат НАСА, сумевший сесть на поверхность Красной планеты. Буквально сразу по прибытию на Красную планету, Персеверанс передал на Землю несколько снимков, сделанных на инженерную камеру. Более качественное изображение следует ждать после того, как завершится процесс развертывания оборудования. Сам марсоход займется исследованием свойств осадочных пород Марса, а также соберет образцы грунта в специальный контейнер, размещенный на корпусе. В будущем этот контейнер будет отправлен на Землю. Крупный европейский оператор сотовой связи Vodafone протестировал новую технологию спутникового отслеживания объектов, которая работает с платформой интернета вещей. Сообщается, что она способна отслеживать местоположение с впечатляющей точностью до 10 сантиметров. Один из сценариев использования, предложенный Vodafone, предполагает, что новый сервис поможет медикам точно отслеживать местоположение дронов. Нынешние стандарты спутникового позиционирования обеспечивают точность до 3 метров, так что это огромный прыжок вперед. Группа исследователей из Университета Колорадо разработали носимое устройство, преобразовывающее тепло тела в электричество. Подобные устройства смогут питать носимую электронику. Прогулка быстрым шагом позволит генерировать электричество с напряжением около 5 вольт в устройстве размером со спортивный браслет. Конструкция устройства включает в себя модульные термоэлектрические чипы, динамический полиаминовый материал и жидкометаллическую электропроводку. Оно может растягиваться до 120% от своего первоначального размера, что позволяет надеть его на руку в качестве браслета или кольца. Это довольно интересная концепция, которая может быть реализована в фитнес-браслетах и другой электронике в течение следующего десятилетия. Ученые Самарского университета разработали тренажер для операторов беспилотных летательных аппаратов, объединяющий виртуальную реальность и реальный дрон. Проект позволит обучающимся осваивать в безопасном режиме тонкости реального пилотирования того или иного дрона, не опасаясь повредить или разбить его. Его конструкция позволяет обучающемуся одновременно управлять и виртуальным дроном в компьютерной реальности, и настоящим дроном, который установлен внутри учебно-тренировочного комплекса. Компьютерный художник и аниматор Глен Маршалл выпустил новый искусственный интеллект, который превращает стихи в картинки. В демонстрации анимация основана на стихотворении «В мрачной середине зимы», написанной английской писательницей XIX века Кристиной Рассетти. Создание визуализации из текста становится все более распространенным вариантом использования моделей ИИ. В прошлом месяце OpenAI представил новую библиотеку под названием DLE, которая преобразует слова и фразы в изображение. На этом все! До встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok